Здравствуйте! Сегодня нам предстоит побывать в сказочном месте. Это неудивительно, потому что хозяйка, сказочница Людмила Евгеньевна Целуйко. Здравствуйте, Людмила Евгеньевна! Здравствуйте! Сказка с вами идет по жизни. Я смотрю, вы сочиняете сказки? Да, сказка везде. И сказка у вас на даче, на дачном участке. Правильно подметили. Хотелось бы на экскурсию к вам попасть по вашим сказочным местам. С удовольствием. Милости просим. Людмила Евгеньевна, мы привыкли обычно, что дача это узкие тропочки, извилистые, а у вас через весь участок идет красивая-красивая аллея. Чем был обусловлен выбор именно такого расположения и клумб, и всего остального? Что именно дорожки, да? Наверное, вы видите, что они заасфальтированы, и это вызывает вопрос. Так, скажу сразу, что это необходимость. У нас участок был очень болотистый, и каждую весну топило так, что у нас здесь мосточки были все время. Пришлось делать дренаж. А после того, когда уже начали и освоились с этой профессией, то мы с мужем это все дальше-дальше пошли. И, в общем, короче, у нас уже не осталось места, где бы не было заасфальтировано. Я бы сказала, что у вас даже не дача, а некий парк, где очень интересно расположены растения, и именно вот такие вот прекрасные дорожки. И еще, как подобает, в серьезных парках у вас арт-объекты. Расскажите, пожалуйста, о них. Ну вот арт-объекты, наверное, можно сразу начать с самого начала, да? И все это вот идут у нас вот такие штучки, как их назвать, их невозможно. Название кто какое придумывает. Но рождалось это тоже все по ходу дела. У меня никогда нет никаких эскизов, зарисовок или еще что-то. У меня просто надо, чтобы было немножко времени. Времени и побольше цемента. Подождите, подождите. То есть есть цемент, есть какие-то камни, и что-то возникает в голове? Или уже в процессе создания? В процессе, только в процессе. Потому что что успела сделать, а дальше муж кричит, давай все, домой уезжаем. Значит, уезжаем домой, на следующий раз приезжаем. Цемент застывает. Ну вот, цемент другой уже. Пока цемент весь я не выберу, то меня уже домой не утащишь. Значит, снова следующая партия, снова замес и снова продолжение. И, в общем, вот так вот рождается. Так что даже что будет в конечном итоге, я никогда не знаю. А вот хотелось бы узнать, что было подручными материалами для создания таких сказочных арт-объектов. Что это такое? Ну, наверное, ведь очень много вот увидите, что все какие-то плафоны от люстр. Это плафоны. Это никогда не выбрасывается. У меня просто рука не позволяет, чтобы это выбросить что-то. И вот получается, что они какими-то такими являются акцентами, что вроде бы среди камня и что-то вот стоит такое. А есть ли у ваших арт-объектов какое-то прикладное значение? Можно такие арт-объекты увидеть? Так, ну, прикладное значение у меня единственное то, что вот делались лесенки и все прочее. Для того, чтобы ребенок был, когда внучка маленькая была, то ей было очень интересно по лесенкам. Возможно, если бы Настеньки не было, то было бы просто как-то здесь без лесенок. Просто горочка была. А раз ей было в этот период интересно топать ножками, значит, вот у меня везде много сделано там всевозможных лесенок. Ну, и необыкновенные фонари я у вас видела. Давайте их посмотрим. Давайте, давайте с удовольствием. Людмила Евгеньевна, из какой сказки это чудо-башня? Наверное, что-то из Восточной. Это точно. Вот видите, это использовано, стеклянные блоки. Мне предложили, говорит, наверное, весь вот такое тебе понадобится. Я увидела, говорю, ну как же, конечно, нужно. И вот в сочетании с бутылками, с пластиками. С пластиковыми бутылками. Пластиковые бутылки? Ну, пена уже... Донышки, донышки. Создают вот такое вот ощущение, что это цветы какие-то. Да. Светит? Светит, конечно. Он не электрический, туда просто вставляем керосиновую лампу, что вот это верх снимается, и туда просто я ставлю керосиновую лампу. И настолько нежный, красивый свет. И вот когда в бане моемся, и вечером, конечно, это в основном август. Потому что, сами знаете, сейчас белые ночи. Белые ночи? Да, не так эффектно, но август месяц, это, конечно, красота. Людмила Евгеньевна, ну это тоже творение ваших рук? Конечно. Здесь к нам никто другой не попадает на наш участок. Только я занимаюсь этим. Удивительно. Да, так что это вот тоже сделано из цемента и стеклянные бутылки. Полностью бутылки или донышки только использованы? Здесь использованы полностью, да. Но это же тоже светильник. Каким образом он устроен? Вот что интересно. Так, это туда подводочка, просто гирлянда из нескольких ламп. И она, значит, туда вставляется. И вот очень красиво светится. Светится изумительно, ночью светится. То есть не нужно как джину залезать в бутылку, чтобы поменять лампочку. Людмила Евгеньевна, я видела у вас несколько укромных беседок. Познакомьте нас, пожалуйста, расскажите о них историю. Беседки тоже разнообразные. Вот эта беседка, зарощенная вся зеленью, это беседка желаний. Потому что там у нас есть ухо сказочное, большое-большое ухо, в которое можно нашептать любое желание, и оно исполняется. И здесь я очень люблю пить чай по утрам. И, наверное, сочиняете сказки. И сказки тоже, да. С компьютером здесь очень удобно сидеть, что немножко на высоте, как на троне. Все, обзор такой хороший. Очень много зелени. Да, да, так что это беседка желаний. А я видела у вас еще одно укромное местечко, еще одну беседочку. А там беседочка не на одного человека, а на несколько, наверное, на двоих. И называем мы ее беседка-сплетница, что там только вдвоем можно уединиться и о чем-то пошептаться. Спасибо огромное, Людмила Евгеньевна. Необыкновенная прогулка по вашему саду. Тоже появляется желание писать сказки и читать ваши. И церентировать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова